Тема, которую мне поручили, это «Святые чувства, ясность в доктрине любви». Я хочу прочитать вам из 1 Иоанна 4 глава. Откройте, пожалуйста, 1 Иоанна 4 глава. Будем читать с 7 по 12 стих. Пока вы открываете, я хочу сказать, что исследуя эту истину, такую, как Бог есть любовь, на личном уровне, до того, как мы думаем о том, чтобы делиться этой истиной с кем-то, это потрясающе. И моя молитва в том, чтобы мы просто сдались от этой любви, и прося о том, чтобы Господь учил всех нас от того, что значит Его любовь. 1 Иоанна 4 глава, стихи 7 и дальше. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего, чтобы быть милострелением за наши грехи. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Пусть Господь благословит Его Слово в наших сердцах. В 1563 году группа богословов Гальдебега собрались вместе и решили написать новый катехизм для того, чтобы благословить Един Церковь. И вы знаете, что то, что они сделали, стало известно как Гальдебегский катехизис. Он более пастерской в своей тональности, чем Бессминстер. И с самого начала они задают вопрос, в чем единственное упование в жизни и смерти? В чем наша единственная надежда в жизни и смерти? И ответ, который они дают, в том, что моя жизнь не принадлежит мне. Я не свой. Я принадлежу своим телом и душой в жизни и смерти моему верному Спасителю Иисусу Христу. Он полностью заплатил за мои грехи. Он освободил меня от тирании дьявола. Он наблюдает за мной. Так, что ни один волос не упадет с моей головы без Его знания. В действительности, все, что происходит со мной, направляет меня к моему спасению, потому что я принадлежу Ему. И Дух Святой, Он убеждает меня и утверждает принадлежность к вечной жизни. И я готов жить для Него. Кроме Священного Писания, я думаю, что это наиболее утешающие слова, которые когда-либо я читал. Я начал отсюда, потому что, как я возвращаюсь к этому катехизису для своего собственного утверждения и утешения, я начинаю понимать, что в огромной степени этот первый вопрос является представление или обобщение логики богословия, которую мы обнаруживаем в 1 Иоанна. Пять глав, сто пять стихов. Знаете, что Иоанн пишет верующим, которые находятся в состоянии колебания, они находятся в каких-то трудностях, люди, которые учили их искаженному Евангелию относительно Христа, относительно Евангелия, и это привело их к тому, что они сомневались в своем спасении. И апостол пишет, чтобы они знали, что значит иметь эту жизнь. Как Иоанн представляет это утешение и эту силу? Ответ, он не в том, чтобы дать им повеление. Не в том, в основном, чтобы раскрыть какие-то проблемы ересей. Но он говорит о... Здесь в действительности мало повелительных глаголов, всего шесть. Сравните это с посланием Иакова, который говорит повелительные слова в каждом втором стихе. Это не в том, чтобы ослабить нашу ответственность Евангелии. Но Иоанн понимает, что ему очень важно утешить и ободрить свою конгрегацию и привести Христа ближе к ним, и сделать Христа живым перед их глазами. Потому что тогда, когда Христос близко к нам, тогда наша уверенность в Нем воскресает. И Иоанн пытается направить их к определенному типу действий, но он делает это очень удивительно, ободряя их. И я хочу показать логику аргумента, который представлен здесь Иоанном. Иоанн говорит, «Давайте любить друг друга». Он три раза возвращается к этой теме. Он как бы старую песню снова и снова повторяет. «Братья, давайте любить друг друга». Он не делает здесь прямого повеления, но как бы ободряя. И дальше он представляет ключевую точку, которая помогает нам понять всю его логику. Он говорит, «Братья, будем любить друг друга, потому что Бог возлюбил нас». «Давайте любить друг друга, потому что Бог возлюбил нас». Посмотрите, Иоанн понимает, что правильное понимание Евангелия помогает нам или делает нас способными жить христианской жизнью. Есть доктринальная ясность, есть доктринальное применение. Из них исходит эта истина в Евангелии «Любите друг друга», потому что это, по сути, является экспозицией Божьей любви. Я сегодня хочу обратить ваше внимание на шесть разных граней Божьей любви, которые представлены здесь. Если бы мы больше посмотрели на этот текст, мы могли бы больше найти. Но я хочу в том время, сколько у нас есть, сфокусироваться на том, что Иоанн представляет нам здесь, чтобы мы, поняв Божью любовь, могли любить друг друга с этим же чувством. Во время, когда любовь Божия может быть утвержденной, в тот век, когда о Боге говорят и признают даже, что Он есть любовь, но практикуют или практика любви очень сильно отличается от того, что мы читаем здесь. И церкви очень важно иметь правильное понимание того, что такое любовь, что такое Божья любовь. Что Иоанн говорит здесь? Он говорит, возлюбленные, будем любить друг друга. Прежде всего, любовь от Бога. И кто любит, тот рожден от Бога и знает Его. Он знает, что Бог является источником всякой любви. И он дальше углубляет свою идею. Он подчеркивает и говорит, что здесь речь идет о доктрине нового рождения. Он говорит, нам нужно быть подобными Ему, уподобляться Ему. Он говорит, вам нужно быть похожими на Него в вашей любви. Сын, Он похож на меня, Он говорит так, как я, у Него манеры, как у меня. Когда вы проповедуете, вы строите ящик. Он говорит, вы понимаете, что когда вы чем-то возбуждены, вы в этот ящик что-то складываете, но потом, когда вы в действительности очень эмоциональны, вы из этого ящика что-то вытаскиваете. Вот, мы просто строим этот ящик. Это то, что делает мой сын. Если вы рождены от любящего Бога, вам нужно быть похожими на Него для того, чтобы побуждать ваших людей, чтобы они могли иметь эти же чувства. Но для этого очень важно пережить это чудо нового рождения. Вы не можете быть... Вы когда любите до вашего возрождения, по-настоящему, вы рождены по плоти, не имея духовной жизни. И независимо от того, насколько бы не были любвеобильными ваши действия до рождения свыше, они, в конце концов, направлены к самему себе. Но Бог в своей любви дал вам жизнь. И тогда, когда Он дает вам второе рождение, Он дает вам силу подняться, для того, чтобы вы могли увидеть впервые дальше, чем вы сами. И точно так, как Господь возлюбил вас, вы могли бы любить других, не с целью того, чтобы они любили вас. Буквально, быть рожденным от Бога означает быть рожденным в другом мире. И вы теперь живете в другом мире, и вы выходите из этого мира. В 6 главе Евангелия Иоанна Иисус говорит, «Если вы не будете рождены свыше, не сможете понять Царство Небесное, вы не сможете увидеть новый мир». Сиэс Луис когда-то говорил, «Если у нас есть желание, которое не может быть удовлетворено в этом мире, это говорит о том, что мы сделаны для другого мира». Иоанн в действительности говорит здесь о том, что наша любовь не может быть объяснена миром, потому что мы рождены от другого мира. Это стандарт, к которому Господь присылает нас. И вы увидите, насколько мы поддались в веку потребительства. Я не говорю о том, как мы тратим деньги. Я говорю о том, что потребительство является мышлением, философией, которая определяет тенденции, преференции каждого человека. Преференции они берут вверх над ответственностью. И когда это доминирующее мировоззрение действует на нас, мы видим, как церковь за церковью превращается в общество потребителей, которые не знают, что значит любить с библейским смыслом этого слова. Многие из вас знают Дэвида Бевингтона, который изучал в 1980-х годах, когда он пытался определить, что такое евангельские верующие. И он пришел к выводу, что евангельские это те, которые сфокусированы на библиизме, на круцифизме, на активизме. И евангельские верующие, они фокусируются на кресте, на Библии, на доктрине обращения и на том, чтобы что-то делать. Евангелизм, ученичество, душепобедение и так далее. И это стало главным определением того, что значит быть евангельским верующим. Много людей отмечали с тех пор, что там потерян один факт, это церковь. Бевингтон, он просто написал то, что он увидел, то, чем занята церковь. И он не заметил, что евангельский верующий это тот, который любит своего брата. Конгрегация веры, она должна стать сообществом любви. И правильно было сказано, что если мы не любим друг друга, речь идет о провале не просто этическом, о провале вопроса сатириологического. Насколько мы можем вернуться к библейской любви, которая начинается с чуда нового рождения. Иоанн продолжает и говорит вторую причину, почему мы любим. Он говорит, мы любим, потому что мы знаем Бога, потому что мы знаем любящего Бога. и для того, чтобы быть ясным, спасение в послании Иоанна всегда представлено целостно. сатириология в Иоанна в их трудах. Оно выражается в целостной картине. Иоанн показывает каждое отдельное благословение спасения. И вот здесь, в данном месте, он говорит, вы рождены от Бога, и вы знаете Бога. И слово знания в посланиях Иоанна часто имеет аспект взаимоотношений. То есть, у нас установлены глубокие отношения любви с Богом. Как мы знаем Его, Он знает нас. Подумайте, насколько пропитанной любовью является это познание, эти взаимоотношения, в которых мы находимся. Если мы не делали ничего для того, чтобы подтолкнуть Бога к нашей любви, у нас есть десять тысяч вещей, которые наоборот гневают Бога, прогневляют Его. Мы делаем бесчисленное количество вещей, которые побуждают Его к тому, чтобы отвернуться к нам спиной, но Он, несмотря на это, Он любит нас, и Его любовь, она подарена нам безгранично, свободно, и нет ничего, что мы можем сделать, для того, чтобы ослабить эту любовь. Она точно такая же сильная, как и когда вы только что были спасены. До того, как я приехал сюда в Грейс, я провел семь лет, я служил в английской армии, я служил на подводной лодке шесть лет, авианосце. Первый год. Я служил на авианосце. Я помню, как мы были в Индийском океане, я встал рано утром, я пошел в самый конец вот этого большого корабля. я помню, я читал то утро, 13-й Псалом. Я буду уповать на Твою верную любовь, и я буду радоваться Твоему спасению. Я буду петь Господу, потому что Он обильно благословил меня. И это мне было и как я думал о этой великой лодке. Я посмотрел вокруг себя, вокруг мили, мили, мили океана, и нет ничего. Везде, сколько ты можешь видеть, в 360 градусов вокруг океана. И вы знаете несколько вещей, которые могут сделать вас изначительными, незначительными. Когда вы можете думать о великой Божьей любви посередине океана, этот океан, это капля по сравнению с огромной Божьей любовью. как только вы можете думать о великой Божьей любви, вы никогда не найдете берега. Если вы попытаетесь достичь ее дна, вы никогда не достигнете дна. Божья любовь безгранична и совершенна, и она достигает вас в соответствии с Его совершенным знанием. Вы знаете, мы не можем разделить атрибуты Бога. Бог знает вас, он знает, что он знает вас, и у него есть взаимоотношения, взаимоотношения любви в соответствии с Его совершенным знанием. Почему мое служение таким образом развивается? Потому что Бог любит вас. Почему эти испытания, которые постигают мое служение? Потому что Бог любит тебя. Почему это мое служение, вот это, а не то? Почему у меня нет вот того служения? Потому что Бог любит тебя. И я понимаю, в этом зале, когда тысячи пасторов здесь, тысячи церквей представлены здесь, вы, конечно, приносите сюда свои бремена, огромные, бесчисленные, невысказанные, бремена, которые, возможно, никто не может понять, кроме как еще другой пастор. И опасность искушения в служении не столько в том, что в одно воскресенье вы придете и будете другую любовь проповедовать. Опасность перед вами в том, что вы потихонечку отойдете от библейского понимания любви. если вы потеряете это, ваше сердце будет замкнуто и вы потеряете общение с другими людьми, и вы потеряете практику библейской любви. И вы не сможете передавать эту настоящую любовь для вашей конгрегации. все обстоятельства в этом поломанном мире, они соответствуют Божью плану и, значит, являются выражением Его совершенной любви для вас. Мы любим, потому что мы знаем любящего Бога. Джон Керри. Джон продолжает и говорит, Иоанн продолжает и говорит о третьей причине. Он говорит, мы любим, потому что Бог есть любовь. Он говорит, тот, кто не любит, не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Я надеюсь, что вы знаете этот опыт. Может быть, какая-то старушка или какой-то молодой человек, который приходит к тебе в воскресенье после того, когда вы излили свое сердце в проповеди, и он подходит к вам и говорит, о, пастор, это было очень глубоко. Что является таким, такой благородной формой высказать, вы сегодня не очень ясно проповедовали. С чего мы начинаем, когда мы говорим о том, что Бог есть любовь? А Бог есть сказано, что Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть дух, Бог огонь поедающий. Это не будет неправильным сказать, что эти качества, они помогают ему видеть сущность Бога. Когда мы говорим о Боге, мы понимаем, что Он святой Бог. Когда мы читаем, что Бог любящий Бог, Бог не просто источник любви, но Он является определением любви. Бог есть любовь, и это не связано с чем-то другим. Бог есть любовь, независимо от чего-то другого. Речь не идет о том, что Его качество любви зависит от что-то. До того, как мир был основан или был создан, Бог был любовью. По причине того, что Божья любовь абсолютно не зависит ни от чего, и она была выражена внутри Троицы. Любовь, которая существовала до того, как мир был создан между Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. Это совершенная любовь, которая существовала в Троице. Именно та любовь, которая пришла к вам в Евангелии. И мы стоим здесь сегодня, потому что мы получатели этой любви, как Иисус молился в Иоанне 17 глава, «Отец, любовь, которую ты возлюбил меня, пусть она будет в них». И это так и есть. Вы видите, эту привилегию, чтобы эта любовь, она была в нас в получателях. Это та же любовь, которая существовала внутри Троицы до основания мира. И есть два последствия, которые связаны с этим тесно. Первое, понимать то, что Бог есть любовь, независимо от чего-то другого. Бог, Отец, Бог, Сын, и Бог, Дух Святой любят друг друга. И Божья любовь, она абсолютно свята. Она абсолютно отличается от любой другой любви. В истинном смысле этого слова, Божья любовь это святая любовь. И по мере того, как она приходит к вам в Евангелиях, она напоминает нам, что мы должны любить. Ответственность, что мы должны любить этой же святой любовью, любовь праведная. Подумайте, пожалуйста, об этой задаче, которая стоит перед нами. Заметьте, как Иоанн в этой точке переключается на отрицание. Он говорит, если кто не любит Бога, заметьте, тот, кто не любит Бога, он не познал Бога. Вопрос, который он задает, любили ли они, когда они были рядом с вами, ощущали ли вы когда-либо вот эту любовь? Возможно, но не в такой форме, это не такой тип любви, это соответственно с тем, что является любовью Божией. Это святая любовь. Посмотрите, мы живем во время, в котором парадоксально подтверждается приоритетность любви. Мы смотрим на общество, и когда мы видим, как много говорится о любви, в обществе сегодня, то, что Бог есть любовь, представляется любовь людьми, но эта любовь настолько в сознании этих людей оторвана от его святости, от его праведности, она извращена, она мутирована, и это представление, которое продвигается сегодня в обществе, оно совершенно далеко от божественной любви, от божественной святой и праведной любви. Любовь, которая исходит от Бога, радикально отличается от той любви, которую пропагандируют сегодня. Мы живем в век, в котором общество не заботится о том, будет ли человек верный своей жене или разведется с ней. Мы живем в век, когда общество не заботится о том, ты женщина или мужчина. Мы живем в век, в котором общество все равно позволит своему ребенку жить или нет. Все, о чем общество беспокоится, беспокоится, чтобы у вас был выбор. Наша ответственность в том, чтобы любить святой любовью, любовью, которая стоит на рельсах Божьей святости. Второе, второй вывод отсюда, когда мы говорим о том, что Бог Отец, Сын и Дух Святой любят друг друга совершенной любовью до основания мира. Его любовь, она приходит к нам не потому, что есть нужда в этом. Это свободный акт. у Него нет какой-то нужды любить вас. И Он определяет манеру любить, сам тип любви, который должен быть у нас. У нас нет права определять, насколько объект располагает к любви. Если бы Он действовал так по отношению к нам, то мы не были бы здесь сегодня. Мы получатели Его свободной любви, и поэтому мы должны любить с этой святой любовью, которая дана абсолютно свободно. И единственное средство, как мы можем достичь этих стандартов, думать, размышлять, тренировать свои мысли в правильном понимании Божьей любви. Иоанн дает четвертую причину. Мы любим, почему? Потому что мы живем Христом. Мы получили жизнь через Него. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. И таким образом, Иоанн здесь представляет дополнительную ступень Своего аргумента, что Бог является источником любви и определением любви. И теперь он говорит, что Бог послал Сына. Это то, о чем Он говорит в Своем Евангелии много. Отец посылает Сына. Здесь Он говорит, что Он послал Сына для того, чтобы мы получили жизнь через Него. Это является доказательством Его любви. И это является основанием для нашей любви по отношению к другим. Мы говорим здесь о теологическом наслоении. В то же время, когда Он говорит о любви, которую мы получили от Христа, Он здесь же говорит о вечной жизни, которая получена нами. И когда мы читаем жизнь, это указатели, которые Иоанн использует на вечную жизнь, то есть Он показывает на вечную жизнь. Он подчеркивает и говорит, что означает жить через Христа. Это означает жить жизнью, которая пропитана Божьей любовью. Это жизнь, которой мы наслаждаемся сегодня. и мы говорим не просто о вечности, которая будет в будущем. Он говорит здесь о том, что нас воспринят Отец благодаря тому, что Христос сделал. Раньше мы не могли стоять перед Отцом, мы не могли раньше обратиться с молитвой к Нему, потому что Его гнев угрожал нам. Но сейчас у вас есть столько жизни, что вы способны предстать пред Отцом как любимый Сын. Иметь жизнь во Христе означает, что у нас есть адвокат. Он стоит по правую руку Отца, и Он каждый день и ночь ходатайствует о нас. Он снова и снова просит о нас. И Он говорит Отцу прости Его, потому что я думаю, что Он не говорит Отец очисти Его снова, потому что Он вообще-то хотел хорошего. Он не говорит, что Он больше не будет. Очень часто мы так думаем. Христос стоит возле Отца и говорит, Отец, прости Его опять, потому что Я умер за Него, и Он живет во Мне. И Отец не просто это воспринимает с тяжелым чувством, Он любит слышать это от Сына, потому что Он в полном согласии с Сыном. Иметь жизнь во Христе означает иметь Божью жизнь, жизнь пребывания в Троице. Они, Троица, служат Вам, несут Вас, преподавая Вам истину, действуя в Вашем сердце настолько, чтобы плоды праведности производить в Вашей жизни, для славы Божьей, Который спас Вас. Иметь жизнь во Христе означает, что мы спасены навсегда. Когда-то мы будем стоять перед Господом Иисусом, и мы посмотрим в Его глаза, и мы сможем увидеть руки с этими ранами, и мы будем петь славу Ему в лицо. И если в тот момент было бы как-то возможно оторвать ваши глаза от воскресшего Иисуса, посмотреть на самого себя, вы не увидите никакого греха. греха. Если вы как-то в этот момент могли бы оторвать ваши глаза от Христа и посмотреть вокруг, вы не увидите греха, потому что мы будем подобны Ему, и мы увидим Его, как Он есть, потому что у нас есть Его жизнь, жизнь во Христе. вы можете увидеть, как наша жизнь, она пропитывается Его любовью. У нас шесть детей. Я помню то время, когда у нас только один ребенок был, наша жизнь была намного проще. Я помню, когда мы ожидали второго ребенка, Лора говорила мне, я не знаю, если я смогу любить второго так же, как я люблю вот этого ребенка. Я не знаю, если мое сердце будет способно любить второго ребенка в той же степени. Твое сердце просто изливается любовью к этому ребенку, и здесь второй ребенок появляется. И вы знаете, что Господь расширяет сердце чудесным образом, и вы можете любить второго ребенка точно так же, как вы любили первого. И потом третий, четвертый, пятый, шестой. И мы видели, как чудо любви, оно имеет место каждый раз. Но это несмотря на то, что наша любовь очень несовершенная, она непоследовательна. представьте себе, что Бог любит нас совершенной любовью, абсолютно безграничной, свободной и святой. И если, пастор, вы посмотрите на свою общину, и вы не видите вот такую любовь, чтобы она практиковалась, если вы не видите эту жизнь самоотречения, это может быть, потому что вы не проповедовали Божью любовь. Это может быть, потому что вы слишком быстро проповедовали повеление кибрейские, не заложив прочного основания евангельской любви. Это может быть, что вы восходите на кафедру и быстро приходите к повелениям Писания, потому что так легче проповедовать, вместо того, чтобы пойти на более сложную, более сложной цели, чтобы мы могли погрузить свое сердце и свою общину в Христову любовь. «Давайте будем любить друг друга», Иоанн говорит, «потому что Бог возлюбил нас». В нас век, когда мы быстренько стремимся к тому, чтобы делать что-то, иметь быструю реакцию, Иоанн говорит, «Остановитесь и сначала поймите Божью любовь». И это основание, с которого формируется наша реакция. Он продолжает и говорит о пятой причине, почему мы любим. Мы любим, потому что Христос это умилостивление наше. В этом любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Может быть, в вашей Библии нет этого слова в умилостивление. Вам нужно закрыть вашу Библию. И когда эта сессия закончится, пойдите в книжный магазин. Братья, нам нужно продолжать понимать Евангелие в смысле умилостивления, совершенного Христом. Мы не можем найти Евангелие вне умилостивления. Если вы можете посмотреть использование этого слова, вы сможете определить, что умилостивление реже и реже используется сегодня. нам нужно помочь нашим людям понимать, насколько важно понимать умилостивление. То, что произошло на кресте, если машина едет по дороге и вы видите, что ребенок там играет, вы, скорее всего, будете бежать между машиной и этим ребенком для того, чтобы вы могли как-то заслонить ребенка. Вот в этом смысле умилостивление, то есть, это когда берет на себя кто-то удар. Как вы думаете, почему этот стих, вернее, это слово часто все реже и реже используется? Некоторые люди пытаются представить жертву Иисуса Христа, что она была совершена так, что она как бы убедила божество, чтобы он любил кого-то. Вы, конечно, сможете посмотреть на эту иллюстрацию, насколько это далеко от библейского понимания милостивления. Речь идет не о том, что Бог убедил Бога, Христос убедил Бога любить нас, но в действительности Бог, возлюбив нас, послал Своего Сына умереть на кресте. И вот это, да, у Него есть этот святой гнев, и Он излил его на Сына, но в то же самое время Бог послал Своего Сына как акт любви по отношению к нам. В данном случае этот водитель является тем же человеком, который становится на пути этого автомобиля. Это не то, что Бог возлюбил нас, потому что Христос умер за нас, но Христос умер за нас, потому что Бог возлюбил нас. Братья, нам нужно понимать действия креста. Наши служения должны быть основаны на кресте. Почему? Потому что здесь мы видим определение Божьего совершенства, выраженное в реальности. Я читал о философе, которого звать Николас Уорстов. Он сделал много разных заявлений. У него было четверо детей. потом еще один, который умер в 25 лет, когда он куда-то лез на гору. его печаль очень сильно повлияла на его труды. И когда его спрашивали, чтобы он говорил на какой-то конференции, те, кто приглашали его, спрашивали, как мы должны представить вас? Он говорил всегда, представьте меня как человека, который потерял сына. Бог потерял своего сына не просто как случайность. Он сделал это как акт любви. Когда вы говорите вашим соседям о вашем Боге, как вы говорите вашим детям о вашем Боге, вы скажите на мой Бог, это тот, который послал своего сына умереть, чтобы я мог иметь жизнь. Мой Бог это тот, кто послал своего сына, чтобы я сегодня мог жить. И на основании этого мы живем. Последнее шестое. Мы любим, потому что Божья любовь вручена нам. Иоанн говорит, возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Заметьте, Иоанн дает нам ободрение здесь любить друг друга. Он повторяется здесь, потому что умилостивляющее дело Христа это кульминация всего. И дальше он говорит, никто Бога не видел, но если мы любим друг друга, Бог живет в нас, и любовь, совершенство достигает нас. Говоря о доктрине пребывания, Иоанн говорит, когда мы любим друг друга с этим святым чувством, Божья любовь достигает совершенства в нас. Что это значит, что Его любовь достигает совершенства в нас? Это значит, что наша любовь друг к другу. Это не значит, что это любовь друг к другу без ошибок и без каких-то провалов. В действительности, здесь речь идет о достижении предназначенной цели. Иоанн говорит, теперь, когда Божья любовь в нас, она достигла своей предназначенной цели, она делает то, для чего она была послана. Она работает в нас и через нас, для того, чтобы мы могли любить других так, как Бог вас любил. Речь не идет о том, что это легко будет. Здесь не сказано, что это будет просто сделать. Мой который является пастором на юге, он говорит о песне, которую они поют. Я рад, что я в Божьей семье. Идея они смотрят друг на друга и говорят, я очень рад, что ты в Божьей семье. У него хорошее чувство юмора, и он говорит, когда мы поем эту песню, я удивлен тому, что ты в Божьей на семье. И он говорит, причина, почему я могу петь это, потому что я знаю, что они, когда смотрят на меня, они думают, что у меня то же самое. Никто никогда не говорит, что это будет легко, но подумайте о привилегии. И он говорит, никто никогда не видел Бога. Почему он заканчивает этим? Почему он об этом говорит? Нам нужно помнить, что на протяжении первого Иоанна мы видим, как здесь открывается теология Иоанна. Здесь много связей между этим посланием и Евангелем Иоанна. Помните, в Евангелии Иоанна мы читаем, никто не видел Бога, и точно так же здесь. В Иоаннах сказано, никто не видел Бога, но Сын открыл. Это в первой главе. Иисус Сын, Он объясняет Бога, Он показывает Бога. И аргумент, который представлен здесь, это то, что Христос теперь уже физически не находится с нами, но Иоанн, Он говорит церкви, никто не видел Бога, но когда вы любите Божьей любовью, которую вы получили от Него, вы делаете Бога известным для людей. Вы объясняете Бога людям, которые смотрят. Знаете, почему это сейчас, почему в этой последней вечере Иисус много мог бы сказать, но Он говорит здесь, любите друг друга, вам нужно любить друг друга, и именно поэтому мир узнает, что вы Мои ученики. Именно поэтому вы можете объяснить, почему Бог в действительности любит, что это значит. Особенно это важно в нашем обществе, потому что они не знают, что такое любовь. Эти люди могут не знать Писания, но глядя на церковь, они должны пережить что-то святое, что-то совершенно другое. Никто никогда не видел Бога, но если мы любим друг друга, с библейской святой любовью, мы делаем его известным. и в соответствии с эскатологическим акцентом, который мы видим в каждой части этого письма, мы понимаем, что мы делаем это до того момента, пока Иисус не вернется. И в тот день мы будем любить Его совершенно. Мы будем любить друг друга совершенно. И мы получим Его любовь в полноте. И нам не нужно будет объяснять Бога, потому что Он будет полностью известен. И пусть Бог поможет нам, чтобы мы вели церковь в библейской святой любви. Давайте помолимся. Наш Отец, мы любим Тебя. И мы так благодарны за Твою любовь к нам. Ты есть любовь, а мы получатели этой любви. Укрепи нас, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы вели церковь в любви друг к другу. До того дня, пока Христос вернется, помоги нам и будь возвеличен во имя Иисуса. Аминь. Сколько из вас впервые слышат Пола Твис? это не последний раз. Можете быть уверенными. И самое важное, то, что Павел, он живет тем, что он проповедует. Он здесь часть нашего пастырского состава, и он преподает в мастер-семинарии, и мы видим, что он действительно живет так, как он проповедует. И я молюсь о том, чтобы для каждого из нас это было важно, чтобы мы могли показать Божью славу через любовь, которой он наполняет нас, как мы любим друг друга, и чтобы Божья слава была проявлена для мира, который нас окружает, который не может понять этой любви. Аминь. Спасибо, Пол. Спасибо. И мы молимся, чтобы это стало нашей практикой. После этого нельзя просто так перейти к объявлениям. Я молюсь, чтобы эти слова, они глубоко в наших сердцах остались, и когда мы будем говорить об этом друг с другом, и когда мы будем учить друг друга возлюбить и проявить Божью славу.